Китайские производители усмотрели в России внезапный рост интереса к пикапам. Этот сегмент и вправду растет быстрее остального рынка легковушек почти двукратно. Хотя в штуках продажи и невелики — 17 тысяч за весь прошлый год. И этот всплеск спроса подтверждают представители марки «Фотон». Вполне логично, что этой весной представительство «Фотона» предложило публике модель Tundland G7, а параллельно главному офису пикапами будет торговать фирма MB Rus, то есть бывший филиал Мерседеса. И это принесло сенсацию — если «Фотон» Мотор хотел за машину минимум 3 миллиона 600 тысяч, то новоиспеченный второй дистрибьютор умерил аппетиты, согласившись брать на полмиллиона меньше. Более того, стартовой назначена более богатая комплектация, где есть подушки безопасности, большой тачскрин-медиасистемы, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя и комплект парктроников. Между тем, само представительство «Фотона» готовится открыть продажи более крупной машины — полноразмерного пикапа «Фотон» Tundland V9. Притом ради пущего комфорта здесь реализована пружинная задняя подвеска. Так что конкурентом для этого «Фотона» можно считать Great Wall King Kong Poir, который примерно совпадает по длине, но сохраняет задний мост на рессорах. При этом «Фотон» попытается привлечь клиентов оснащением. Силовой агрегат необычен для пикапов. 160-сильный двухлитровый дизель сочетается здесь с восьмиступенчатой автоматической коробкой, а помогает им 48-вольтовая гибридная надстройка. О ценах говорить рано, но серые дилеры торгуют такими автомобилями по 3 миллиона 800 тысяч рублей.